скажите вам вам там шо не дают красивые заборы установить почему такие страшные заборы у людей во дворах извините если шо не так сказал извиняю заборы ставят они во-первых дорогие дорого поставить забор я смотрела цены дорого там где-то полторы тысячи две тысячи может выйти забор поставить сама сам ну потому что вот кусок забора они продаются они продаются такими знаете доска 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 сбита такими но это самый дешевый вариант и они такими прям как бы не блоками как бы частями ты их ставишь потом стал бы там еще надо потом за работу их вкапывать надо там довольно глубоко потому что ветром снах их снесет короче это дорого дорого забор поставить дорого вот и забор не красят здесь поставил и он дерево оно молодое свежее но красиво а потом оно темнеет от дождей короче заборы здесь разные есть есть комьюнити где только где можно только например белый забор поставить от комьюнити зависит от H.O.A. но у людей нету денег на хорошие у многих людей нету денег на хорошие заборы поэтому какие заборы ставят такие здесь еще дожди и они все сереют коричневеют. Такие некрасивые заборы получаются. Ну, какие есть. Подскажите, что невозможно приобрести на просторах США? Какие товары, какие привычные нашему человеку постсоветского пространства? Например, что-то из посуды, мантоварки, казаны, самовары. Я очень трепетно отношусь к своей посуде. Ее не так много, но немало. И думаю, при возможном переезде тащить ли все любимые казанчики до самовары? Вообще-то, вы можете купить здесь все. И мантоварки продают, есть русские магазины, есть интернет. Заказывать можно. Я вот из Украины заказывала орешницу. Знаете, печеньки, орешки делать. Потом еще что-то заказывала, какие-то формы, что-то, не помню. Вот. И есть здесь и пельменницы, и мантоварки, и всякая-всякая-всякая всячина. Вот. Если что-то электрическое, ничего не везите, не подойдет, либо будете там, короче, не везите. Можете взять казан. Хороший ваш любимый казан возьмите, потому что такие вещи здесь дорогие. Вот. Ну и казан-то такое. А остальное не надо, не тащите. Лучше возьмите, потому что это же все деньги стоят. Вы там можете лимит взять две сумки, да, или сколько. Вот. Не везите, не тащите. Все здесь можно найти, все купить. Лучше деньги везите, вот. Знаете, что берите? Берите лекарства, потому что здесь с этим, ну, привычно, если вы что-то, ну, употребляете. И любимые вещи, которые любимые сердцу вещи, вот. Ну, может, пару книг, но книги тоже не... Это все в интернете можно читать. Это потом можно привезти понемножку, вот. И тут еще кто-то писал, что... Кто-то спрашивал про пододеяльники. И кто-то написал потом постельное белье и с пододеяльником купить можно. Пододеяльник это дювей. Дювей это перина. Перина. Вот. С перьями перина. Пододеяльник это не дювей. Он по-другому называется. Он его... Ну, это как здесь... Ну, здесь можно такое купить, но, вообще-то, здесь не очень... Здесь простыни. Вот. Снизу простыни, вот. Простынь на нее одеяло. Вот. Но есть, ну, как бы, пододеяльники для этих вот перин тоже есть. Все можно купить. Все. Дофига всего. Есть подушки. У меня... Я подушки покупала европейских размеров. Вот, квадратные такие большие. Я покупала в магазине. Все есть. Все есть. Есть даже эти покрывала из овечей, шерсти. Что хочешь. Из лебяжьего пуха. Лебяжьего. Гусиного, утиного пуха. Эти все перины, подушки. Ну, оно все дорого стоит. Дорого. У меня сеструха ездила во Львов. Она привозила с собой какой-то, по-моему... По-моему, эту пуховый... Пуховое одеяло. Или что? Пусть что-то там копейки стоит. Сто долларов или сколько. Здесь такая стоит, ну, прилично. Где-то штуку может стоить. Может, и больше. Вот. Вот такое можете с собой взять, если у вас хорошее, новое. Такое. Ну, а говорю, опять-таки, все можно купить. И много где здесь не жарко, не холодно. Поэтому перина. Зачем им перина? Ну, разве если в Калифорнии ехать, там надо. Да, там даже летом холодно ночью. Вот. А если сюда, на юг, в Южные Штаты, то зачем? Ничего не надо. Везите деньги. Здесь все есть. С тобой можно созвониться, пообщаться? Я не хочу показаться грубой вообще. Ну, у меня, например... Во-первых, я не знаю человека. Вот. Зачем я буду давать кому-то незнакомому свой номер? Я не знаю, с какими целями кто-то просит мой номер. Я не хочу показаться грубой или, ну, не знаю, зазнайка. Я не зазнаюсь. У меня, во-первых, у меня нет времени потрандеть. Я друзьям не звоню, потому что нет времени. Я очень много работаю на себе. У меня нет мужа, который оплачивает мои счета и мой рент. Мне надо самой что-то делать. А я не за... У меня не такая профессия, которая за короткое время работы приносит большой доход. Мне надо много-много-много-много работать, чтобы что-то немножко заработать. По времени, в смысле, много. Вот. И у меня нет времени потрандеть. Все вопросы пишите в комментах. Что могу, отвечу. Вот. Тем более я незнакомым людям, я свой телефон, ну... Я не хочу его потом менять. Вот. Зачем мне? Это не в обиду. Это говорю никого. Я не хочу обидеть. Это не в обиду. Вика, еще вопрос. Вы ходите на гараж сейлы? Видела у блогеров из Флориды тоже, что бывают очень шикарные. Со старинной посудой и антиквариатами. Все практически за копейку. За копейки это не гараж сейлы, там где антиквариат, там это... Стоит сейл. Это, например, кто-то умер, и вот его родственники распродают все, чтобы там не возиться с этим, да. И вот есть фирмы, которые это все организовывают. У них есть кассовые аппараты. Вот, чтобы наличку люди не таскают, сжишь налички. Вот. И там, короче, там целая система. Они там ставят столы, вы там приносите к ним, платите и забираете. И да, есть, можно хорошие вещи цапнуть. Меня, не знаю, на данный момент мы переезжаем. Мне не надо этой всей трахамудии этой собирать. У меня очень много вещей уже и так, кухонных такое. Ну, можно когда-нибудь будет сходить, но когда уже мы переедем, мы сядем, у нас мебели... У нас только кровати будет. Мы с собой только кровати берем и все. Мы даже, скорее всего, матрасы выкинем, купим новые. Вот, мы не берем никаких мебелей. Все купим, не хотим ничего таскать. Вот, поэтому, может, что-то, какую-то мелочь можно будет и посмотреть. Зависит. Я не знаю. А так, барахла у меня дофига... Не знаю, это мне неинтересно, поэтому я не хожу. Но ради интереса надо было бы сходить, посмотреть. Вот. Есть такие стоит сейлы, где только по записи. Такие мы смотрели, там один какой-то дипломат или уезжал, или что. Вот в Палм-Бич распродавал все стоит Рахамуди. Вот. Ну, можно, конечно, купить интересные вещи там. Но, говорю, мне это на данный момент не интересует. И вообще, я не очень это барахливый человек. У меня... Я люблю, когда у меня по минимуму, ну, хата заставлена, затарена. Потому что у меня кухня, очень много на кухне всего. А так в доме у меня вообще... Вообще никак. Просто у меня... Знаю. Когда будет уже свой дом, тогда можно, конечно, уже обставляться. Потому что с квартиры опять можно переехать на другую квартиру. Это все перевозить, это все таскать, платить. Я не очень хочу обременять свою жизнь вот таким. Вот когда уже свой дом будет, тогда уже можно такое рассматривать себе, покупать. Потому что ты уже знаешь, ты осел. Вот. И хотя бы на лет 10 ты уже в этом доме будешь. Потом, если можешь, переедешь в дом получше. Ну, ты хотя бы некоторое время там уже поживешь, да. А так с квартиры в квартиру, ну, с жилья в жилье прыгать, как мы прыгаем. Как-то не очень хочется покупать вещи. На гараж-стайлах очень много барахла. Очень много. Ну, там тоже можно найти. Например, видела какое-то видео недавно. Не так, не недавно, а пару лет назад. Американка, по-моему, или американец нашли на... Гараж-стайле купили за пару долларов блюдечко. Блюдечко за пару долларов. Так они его продали за 9 миллионов. Какая-то китайская, из какой-то династии, какая-то блюдечко оказалась. Там какая-то печать. Короче, прикиньте, как они его продали. 9 миллионов блюдечко. Вот. Ну, или искали, знали, что искать. Наверное, знали, что искать. Вот. Или случайно повезло. Кто его знает? Ну, вот такое бывает тоже. Короче, люди продают за копейки много всего. Даже нового, нераспакованного, с этикетками. Можно купить за копейки, за копейки всякие книжки детские можно покупать. Так по 5 центов, по 10, по 20. Вот. И, например, книжки дорогие детские, очень дорогие. Вот. И есть еще игрушки там, или одежды детские нераспакованные. Дарят детям, да? Да и взрослым дарят. И это все собирается из года в год. Это все. Потом люди просто отдают, только вынесите, чтобы за мусор не платить, да? Вот. Зачем это все барахло? Зачем? Лучше за эти деньги куда-то поехать, мир посмотреть, да? Я говорю, я к такому барахлу, я... Вы говорили, что у вас есть сестра-двойняшка. Обычно двойняшка очень плохо переносит проживание в рост. А у вас как? Нормально. Никаких проблем. Нормально абсолютно. У нас нет такой очень тесной связи. Нормально. Вот. Я не знаю. Ну, я, например, если мы общаемся, я иногда... Ну, мы иногда... Нам даже не надо ни спрашивать, ни отвечать. Мы с ними знаем, кто что спросил, кто что будет, кто что ответит. Вот. Ну, с возрастом это проходит. Ты немножко как бы отдаляешься. Ну, в детстве мы очень... Мы вместе всюду. Два брата-акробата. Ну, так нормально переношу. Мы отдельно живем. Я живу с 19 лет. В другой стране жила. Вообще отдельно. Я как-то привыкла отдельно жить. Как-то мне... У нас нет. У нас ничего такого. Где твой гражданин США? Почему вдвоем с малой? У нее есть своя жизнь, кроме твоей. Есть своя жизнь. Вот. Про свою жизнь пусть она сама рассказывает. Я не любитель такого. Гражданин США. Нету гражданина США пока что. Не хочу я никаких граждан. Вот. Может потом. Но во Флориде понятно, почему не хотела. Никаких корней пускать здесь. Вот. Приедем. Ну, всякое. Встретиться хороший, порядочный человек, умный. Почему бы и нет. Вот. У меня просто... Я работала 10 лет, как папа Карло. У меня времени на эти все встречи не было. Вот. Но было два бойфренда. Вот. Но это все занимает очень много времени. А мне надо работать. Ну, я же... Короче. Пока я вот так. Я удовольствие получаю от свободы. А потом посмотрим, как будет. Ничего против гражданина США не имею. В Мельбурне есть технические компании. И 50 минут до Орландо. Мельбурн растет. И расстраивается. И работ больше и больше. Да. Вообще-то два часа туда ехать. И да. Мельбурн расстраивается. Кстати, мы были пару дней назад в Мельбурне. Так прикиньте. Они поняли, что там работа есть. Я говорю, за год, когда мы там... Ну, за год, что мы там жили, там на 8 тысяч человек больше стало. За год. А за второй год, наверное, еще больше. Там очень большой трафик. Очень много машин около каждого магазина, ресторана, море. Вот. И они поняли, что вот у людей... Потому что там очень много инженеров работает, да? Вот там технари. Они хорошо зарабатывают. И там, прикиньте, там раньше бензин был дешевле, чем в Орландо. Дешевле. А сейчас там бензин в Орландо было 2,71-2,72, а там было 2,89 в этот же день. Какая разница? А раньше было наоборот. Раньше там дешевле было. Сейчас их обдирают опять. Там дорого получается. Короче, дома подорожали очень. Город разрастается. Там строят. Ну, конечно, клево. Молодцы. Потому что в большом городе больше возможностей, больше интересного. Вот. Ну, он какой-то дорогой сделался очень. Мы поехали в кино. Вернее, мы ехали на пляж. Думаю, мы бы утром в кино сходим. И днем на пляж. Звездные войны новые фильмы смотрели. Мы любим Звездные войны. Ну, конечно, последняя серия вообще никакая. Можно не смотреть. Ну, может один раз посмотреть. Ну, так, для истории. Чисто, чтобы помнить, что и как. Вот. Я второй раз его смотреть не буду. Неинтересно. Вот какой-то он вообще неудачный, этот фильм. Ну, билеты в Урландо, билеты на этот фильм были 18 на человека. 18. А в Мельбурне 6. Три раза дешевле. Прикиньте. А в дорогой Калифорнии 12 долларов билет. А в дешевой Флориде 18. Короче, дурдом. Дурдом цены. Разброс цен. Такое не поймешь. Ну, ладно. Это про Флориду не будет. Нью-Йорк лучшее место для начинающих эмигрантов. А Флорида худшее. Потому что во Флориде нет работы. Да, во Флориде вроде... Флорида дешевле Нью-Йорка, конечно. Здесь рынок дешевле, чем... И здесь нет работы. Но... Ну, как нет работы? Работа есть, но работа малооплачиваемая. Ее дофига. Она есть. За 8-10 долларов в час. А в Нью-Йорке все-таки больше платят. Но там и жилье раз в два, наверное, дороже. Вот. Так что... Те же деньги, получается. Ну, в процентном соотношении к зарплате. Получается та же фигня. Флорида не есть дешевый штат, поверьте мне. Знаете, я не хочу брать грех на душу. И говорить, что Флориду... Флорида... Я очень ошибалась. Потому что Флорида не есть дешевый штат. Не есть дешевый штат. Здесь, если по сумме все посчитать, она мне на долларов 100-200 в месяц дешевле, чем Калифорния. Но я проклинаю тот день, когда я сюда переехала. Я плююсь каждый день. Потому что... Ну, вы знаете мой поинт. Но сейчас не про то. Сейчас про Нью-Йорк. Если бы выбирать Нью-Йорк и Флориду, я бы брала Нью-Йорк. Вот, Нью-Йорк. Во-первых, там интереснее. Во-вторых, там можно без машины обойтись. Знаете, это лишние расходы, это очень важно. Потому что страховки во Флориде очень высокие на машины. И за бензин, и за машину надо платить. А так, купил себе проездную и катайся. Дешевле получается, да. Вот, и где-то подальше, конечно, жилье можно найти. И не очень такое уж и дорогое. Главное... Ну, это... Вы поняли мой поинт. Вот, Флорида... Вы просто отсюда не выберетесь потом. У вас не будет столько... Вы не будете зарабатывать так, чтобы вам хватило на переезд. Понимаете, переезд стоит несколько тысяч. Вот. Ну, разве что... Все, отдай, все продать. С чемоданом уехать вам только билет нужен. Но вам опять-таки, вам, чтобы снимать, вам надо, например, даунпеймент заплатить за один месяц как минимум. Это тоже где-то их надо взять. А когда такой бюджет, когда за маленькие деньги работаешь, ты ничего не сможешь отложить. Потому что Флорида не есть дешевая. Я говорю, в Калифорнии интернет был 15 долларов в месяц. Здесь 65, 66. Вот. Четыре раза. Даже больше. Четыре раза в дешевой Флориде. Это только интернет. Так что вы мне рассказывайте. Да, наверное, Нью-Йорк лучше, чем Флорида. Потому что в Флориде есть работа, но она не стоит ваших затрат, вашей энергии. Не едьте во Флориду. Не знаю. Едьте на свой страх и риск. Я вам рассказала как-то. Вот. А сами решайте. Ну, конечно, можно поехать, что? Проверить на своей шкуре, а потом уехать. Ну, на год. На год максимум. Вот. Чтобы немножко язык подучить. Понять, что и как. И потом отсюда чухать. Вот. Может, кому-то повезет. Кому-то хорошо будет. Кто-то на океане останется. Там классно. На океане можно жить. Там по... Даже Джексон-Виль. Там по... Вот. В Майами не советую вообще. Мельбурн. Ну, вот так. Как-то так. Попробуйте. Урландо не советую. Не советую. Будете плеваться. Будете проклинать тот день, когда вы сюда переехали. Не верьте тем, кто поет, что Урландочку это лучшее место на земле. Это брехня. Это брехня для того, чтобы были присмотры видео. Я говорю, Яна, вот это все купилась. И я вот... Полтора года в этом Урландо проторчали. Ну, слава богу. Потому что так мы бы, может, в Мельбурне вместе получше, мы бы в этой Флориде еще дольше торчали. Так уезжаем поскорее. Уже не дождусь, блин. Ё-моё. Если так все не так, так не живите там. Назад на родину. Но на какую родину? Куда назад? Что все не так? Во Флориде. Это видео про Флориду было. Знаете, это не мои, что мне нравится, не нравится. Я рассказываю факты в видео про Флориду. Еще никто не опроверг ни одного факта, о котором я говорила. Я говорила, вместо того, чтобы фукать и там гадости писать, опровергните хотя бы один факт. Зачем закрывать на такое глаза? Да, вам надо, понимаете, это глупо. Это как страус в песок голову, чтобы не видеть проблем. Я сам обманываться рад. Ну и флаг в руки, обманывайтесь. Но то, что я привела в видео про Флориду, про минусы Флориды, там никто еще ни одного факта не опровергнул. Никто не смог опровергнуть. Потому что факты, правда. Что вы можете там опровергнуть? Я вам рассказала про минусы, про плюсы. А вы же сами решайте. Нравится мне этот факт, не нравится. Это не об этом речь. Речь о том, что здесь не так. Я не делаю фильм, видео для себя. Я знаю, что мне не нравится здесь. Я делаю видео, чтобы люди знали, какие минусы есть. И они сами решат. Минус это для них. А может, для них это и совсем не минус. Понимаете? Вот. Но я говорю факты. И не надо говорить, что факт, что вот не нравится, и едет назад. Не надо мне указывать, во-первых, что мне делать. Я взрослый человек, я сама знаю. Вот. Я не скажу, куда тебе пойти, если не будешь указывать мне, что мне делать. Вот. На хамство только хамством отвечаю. Вот такая вот невоспитанная. И я, да, я уезжаю. Мы уезжаем из Флориды, потому что здесь нам не нравится. Мы уезжаем. Можете порадоваться за нас. Относительно русского магазина во Флориде. Вы не знаете насчет селедки? Ее можно купить вообще в районе Тампа, Ирландо. Да, можно. Мы покупали. И в Ирландо есть русских. Там есть два, по крайней мере, есть три. Ну, в один вот тут Арарат, или что, он так непонятно где. И мы туда не очень ходим. Может, раз в год. Вот. Благо мы походили, может, тоже раз в год. Она далеко от нас. А другой на 192-м хайвее. Там русский магазин называется русский. Вот там мы селедку периодически берем. Там еще у них очень хорошая копченая рыба. Вот. Там мы берем рыбу. И много чего берем тоже. Есть рыба и в Тампе, есть и в русских магазинах Навалово. Но она не бочковая. Она такая, знаете, в упаковках. Вот. Может, и в банках есть. Но селедку я беру также. Она есть много где. Она есть, во-первых, в Икеа, в Волмарте, в Биджи есть, в Холлфудс есть. Она практически везде есть. Но там не так, как у нас делают. Она какая-то сладкая, кислая вот такое. Или в соусах. Вот. А такую нашу рыбку... Ну, есть еще и разные другие магазины там интернациональные. Там тоже может быть. Но в русских магазинах точно есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова